Всем привет, мои дорогие! Сегодня воскресенье, а по традиции моего Клуба Молдости, каждое воскресенье я читаю какую-то полезную лекцию. Это у нас называется «Воскресная болталка». И еще очень часто в Клубе Молдости я приглашаю очень крутых спикеров и специалистов на различные темы. Поэтому это просто кладезь. И все, кто меня сегодня смотрит, у вас есть прекрасная возможность получить знания и информацию больше, чем если бы вам пришлось это все собирать в моем блоге по частицам. Потому что на самом деле я делюсь всем очень щедро, но у вас нет ни сил, ни времени, ни желаний это все собирать. Поэтому самый лучший вариант сегодня, вот прямо сегодня, 11 числа, сегодня 12 марта, до 12 часов ночи, вы можете еще зайти в мой Клуб Молдости. Это кладезь информации и приобрести абонемент. И еще сегодня у вас будет возможность выиграть подарки в колесе «Фортуны», которое мы сделали на сайте. Завтра цена будет повышаться, еще некоторое время вы сможете туда присоединиться, но уже по другой цене. Потому что пока вот в этом сообществе я даю полезную информацию. Вот. Надеюсь, вы найдете все ссылки. Если что, пишите в чате, мои девчонки помогут. И сегодня я буду рассказывать вам про «Зеленый день», как я к этому пришла. И отвечу на основные вопросы, которые вы чаще всего мне задаете. И я прописала это в посте подводки к данному эфиру. Итак, «Зеленый день», он именно так и называется. «Зеленый день с Малаховой» создала Ольга Малахова. Написала работу, изучила это, написала кучу статей, написала песню. Вы вместе со мной принимали участие, и мы сделали такой клип-флешмо. Также, когда я провожу различные ретриты, я сама кормлю людей вот в «Зеленый день» и им очень вкусно готовлю. В моем видео, в клипе про «Зеленый день» вы можете это посмотреть. Итак, «Зеленый день», ну, в общем-то, это моя такая основная фишка, с которой я начала. Это антиэйдж питание. Это питание для омоложения, питание для метафондрии, которое происходит один раз в неделю. Вот прям один раз в неделю, дорогие мои, я прошу поддерживать этот день. Значит, какой день выбран для «Зеленого дня» и вообще что это такое? Именно по средам, по средам мы едим продукты только зеленого цвета. Овощи, фрукты, зерновые, бобовые, зелень, салаты, проростки, микроразделий. Короче, их огромное количество. И все это зеленого цвета. Когда вы придете в магазин, и вы обратите внимание, что очень много продуктов зеленого цвета. И вообще все в основном кругом зеленое. И мы с вами ждем весны. Весна – это обновление. Весна – это реновация. Весна – это всегда про молодость. Это всегда про зелень. Мы так всегда радуемся зеленому цвету. Зеленый цвет улучшает нашу нервную систему. А от нервной системы зависит практически все в нашем теле. И гормональные системы, и система выделения, и система, я не знаю, нашего выживания. В общем-то, зеленый цвет, он просто номер один. Его самое большое количество в этом мире. Итак, почему я вообще пришла к зеленому дню? Для тех, кто меня не знает, увидит меня впервые. Дорогие мои, я в прошлом экземник с 10-летним стажем. Экземой было повреждено мое лицо, шеи и руки по окнам. И 10 лет я страдала от экземы. Я проехала огромное количество врачей, клиник. А с учетом того, что экзема началась, когда я училась в медуниверситете в Рязани. В медуниверситете имени академика Ивана Петровича Павлова. Я лечилась всеми препаратами. Я лечилась гормональными, какими-то иммуносупрессорами. Я чем только не лечилась, но эта экзема, она никак не проходила. Она была мокнущей, она была жуткой, она пахла. Я всегда ходила даже летом в каких-то водолазках, кофтах и в шарфах, чтобы это закрыть. Представляете, у меня было двое маленьких детей. И мне все время приходилось смочить руки, а у меня все было потрескано. И вот все ладошки были... Ну, это была, конечно, очень-очень жуткая история. Тогда не было соцсетей. И, конечно же, я даже не планировала выставлять до и после, как это у меня случилось. В общем-то, через 10 лет я поняла, что этому нужно ставить большую жирную точку. И я больше это не выбирала. До этого я еще выбирала. И одна из причин была, конечно же, психосоматическая. Итак, я поставила однажды большую жирную точку и начала изучать свой организм, что в нем происходит. И именно тогда я узнала, что такое процесс детоксикации и как его можно делать на живом питании. Как делать правильную воду. Тогда у меня создалась Олина Каша. Что это происходило? Я обучалась в Америке. Я обучалась, знаете, в Швейцарии, где я жила. Я прожила в Швейцарии 7 лет, а там по натуропатии просто это бум. Так вот, я училась, есть ВВ, школа нутрициологии, школа питания в городке ВВ. Я жила в городке Монтрю, а это рядышком. И я ходила на разные курсы и общалась с разными людьми. Потом я ездила во Францию, учала ароматерапию. Потом я ездила в Америку на слезы всяких нутрициологов и натуропатов. И начала постепенно собирать, вы знаете, есть основа, вот как у пирамидки. Есть такой стол, как бы ось. Вот это ось имени моей болезни. Вот я это сегодня могу прям честно сказать. Вот это то, что очень сильно мешало мне жить, чувствовать себя уверенно. Я не знаю, раздеваться на пляже, ходить с декольте. То есть у меня всегда все было закрыто, представляете? Мне было там 30 лет, и я чувствовала себя безумно некрасивой, тем более нездоровой. А кроме того, что есть экзема, это внешне, я смотрю на себя в зеркало, и мне не нравится. Я чувствовала, что у меня есть проблемы внутри, а они действительно есть. Так вот, начиная себя изучать. Что я только не сдавала, таких я только анализов не сдавала, каких только исследований не сдавала. Это были на тяжелые металлы. Это все исследования, которые касались паразитоза. И мало того, что я это сдавала, я еще и это изучала, и мне теперь это применять. Я еще сдавала анализ на пищевую непереносимость. И это было самое интересное. Такие анализы только появились у нас в России. Я их сдавала в Швейцарии. И потом, ну, как бы никто их не мог расшифровать. И это было очень интересно, потому что там дается панель продуктов, которые организм не воспринимает. У него нет ферментов, либо это вызывает такую иммунную реакцию в виде аллергии. Кстати, да, у меня была жуткая аллергия. Еще к тому же на всем. И как говорил мой лечащий врач, Малахова, у тебя аллергия на жизнь. Это было одно из страшных самых слов и было волшебным пенделем для меня. Потому что действительно у меня была аллергия на жизнь. У меня была аллергия на те отношения, которые у меня были. На то, что у меня сложилось с семьей, с бизнесом, с карьерным ростом. То, что я сама себе придумала, какие себе ограничения ставила. В общем-то, знаете, в любой болезни есть психосоматика. Слава Богу, что до меня это дошло. Я смогла этот клубок раскопать и очень быстро вылечилась. Но вот до этого быстро был очень длинный путь. Так вот, в этом анализе по пищевой непереносимости мне нельзя было есть ничего. Представляете, ничего, кроме трех продуктов. И эти три продукта были зеленого цвета. Вы не представляете, как я бесилась в тот момент. Потому что все остальное у меня было либо в желтой, либо в красной зоне. А это значит, что частично может не подходить, либо не подходит полностью. Представляете, весь список продуктовой линейки мне не подходит. Тот человек, который раньше ел все, но который покрыт коростами и открытыми ранами, которым пахнет, которое все гниет, который некрасивый, несчастливый. Просто чувствует себя в самой последней уродиной, в которой складываются отношения с мужчиной, с детьми. С бизнесом все идет не так, как хотелось бы, а на самом деле в бизнесе у меня было все очень круто. Я была одна из самых состоятельных женщин в городах, даже в свои 30 лет. Так вот, все равно это было немножечко не то. И тут ты понимаешь, что сразу первый вопрос. А что же тебе есть? Есть нечего, надо ложиться и умирать. Но умирать мне в тот момент не хотелось. Поэтому, когда вы мне задаете вопросы, Ольга, а что же мне есть, если мне мясо нельзя, яйца нельзя, белый хлеб нельзя, сосиски нельзя, колбасу нельзя, а что же есть? Ну, тогда вспомните мою историю. У меня было всего лишь три продукта. И с этими тремя продуктами я прям в режиме реального времени, ну, уже через некоторое время, даже выкладывала флешмоб, как я готовлю с этими тремя продуктами. Хотя я вам сейчас только что наврала, потому что тогда еще не было Инстаграма. Инстаграм у меня получился в 2016 году, но тогда у меня уже была система, и я показывала, как можно из продуктов зеленого цвета. И вообще у меня был флешмоб, назывался «Зеленый месяц». И многие, может быть, знают меня вот с этой программы «Зеленый месяц». Я просто целый месяц ела все продукты зеленого цвета и готовила из них и показывала. Но до этого я научилась всего лишь на трех. Представляете, такой трешак. Но я умею из этих продуктов делать первое, второе, третье, компот и даже десерт. И когда вы говорите, что вам нечего есть, то вы на самом деле ошибаетесь. Это как в той рекламе, да, я не люблю кошек, просто ты не умеешь их готовить. Так вот, после этого я создала книгу рецептов, которая называется «Зеленый день». И эту книгу рецептов вы можете выиграть в плесе фортуны, чтобы соблюдать мой зеленый день, чтобы у вас голова не болела. Какие продукты покупать, что с ними можно делать, что готовить на завтрак, на обед, на ужин. А если десерты, стоит ли себе в чем-то отказывать, либо не стоит. И еще эту книгу можно приобрести. Если вы в моем клубе молодости, то, пожалуйста, там все расписано. Вот просто открываете и начинайте готовить. Один день в неделю, дорогие мои, один день в неделю, именно по средам. Почему по средам, вы скажете? На самом деле, очень многие блогеры тоже начинают делать «Зеленый день», немного не понимая его суть, и говорят, давайте сделаем «Зеленый день» в понедельник, давайте пятницу, давайте субботу. Нет, это идет насилие над организмом. Почему? Потому что у каждого дня недели есть своя энергетика. И у каждого дня недели есть свой цвет, и есть свой покровитель в виде планеты. И эта планета, верите вы или нет, на самом деле, вот это вообще не важно, это просто работает. Потому что вы можете верить в Луну, можете не верить, но я сейчас нахожусь в Таиланде, и я очень четко вижу, когда у нас была растущая Луна, как море приходило, когда полнолуние, как вело себя море, и когда сейчас убывающая Луна, как ведут себя приливы и отливы. Это все очевидно. Также и женщины, но особенно женщины и дети, они тоже подвержены Луне. Мы с вами подвержены вспышку солнечную, и у нас там меняется давление. Вы все знаете, что мы переходим в следующее измерение, и уже перешли. Многих от этого плючит и колбасит. Короче, неважно, верите вы в это или нет, это в любом случае, уже работает. Итак, у среды есть определенный покровитель. Это Меркурий. Меркурий зеленого цвета. По средам лучше всего энергетический. Ну, вам любой специалист, я не знаю, аюрведы, любой эзотерик скажет, любой астролог, что в среду лучше всего для нашего организма, для воздействия на нас Меркурия, которая вообще особенно ретроградная Меркурия, вы знаете такой, да, но мы сейчас не про него. Лучше всего разгрузить себя и не есть пищу животного происхождения. Поэтому всю пищу животного происхождения в этот день мы выкидываем. Значит, наше тело не в 21 веке, а тысячи лет уже пристроено, потому что звезды влияют на организм человеческий уже достаточно давно. И в среду проще всего, легче всего не есть продукты животного происхождения. И по средам наш организм проще всего запускает клеточный и межклеточный детокс. Но это проверено, это доказано. Если вы биохимик, биофизик, так сделайте исследование, которое сделала я и расписала в своих работах. Если вы просто мой подписчик, поэтому я не прошу мне верить, я предлагаю попробовать. Итак, это делается именно по средам, потому что это психологически легче, это физиологически легче, чем делать в четверг, в пятницу, в понедельник или во вторник. Понятно? Даже очень многие религии делают определенные постные дни в определенные дни. И это не просто так. Но мы можем сказать, что это было связано с язычеством, а на самом деле это было связано с теми знаниями, которыми обладали наши предки. И эти знания, которые на самом деле истребили, и в наших головах в том числе, и мы просто их забыли. А сейчас мы их начинаем вспоминать. Итак, зеленый день мы едим в среду. Мы едим все продукты зеленого цвета. Это на самом деле очень полезно для нашей печени, потому что если мы возьмем эти продукты зеленого цвета, огурец прекрасный электролит и поддерживает наши почки. Огуречный сок, свежевыжатый, прекрасно справляется с любой температурой. Я знаю, что у многих из вас пост-ковид, либо есть какие-то воспалительные процессы, и все время держится какая-то высокая температура. Значит, каждый день вы должны выпивать стакан огуречного сока. Или мы возьмем сельдерей. Так вот, про сок сельдерей Энтони Уильям, американский врачебный медиум, он очень много что рассказывал. Это есть целое направление. Про это направление в России я еще рассказывала, когда жила в Швейцарии 5 лет назад, и также пила сельдерей и сок. Но мы сегодня не про соки. Это я просто провожу. Брокколи. В составе брокколи здесь сульфорофан. Сульфорофан необходим для женского здоровья. Что мы еще возьмем? Зеленое яблоко. Прекрасно. Пектин. Что мы еще возьмем? Авокадо. Это источник полинасыщенных жирных кислот. Авокадо является фитоэстрогеном. И для женщин он идеально подходит, особенно кому нужно решить проблемы с системой репродукции. От петрушка выводит тяжелые металлы. Укроп тоже прекрасен для почек. Вообще любая зелень, любой кровяной чай. Это вообще замечательно. Зеленые чечевицы. Вы знаете, что чечевицы можно готовить не только как гарнир, а чечевицы можно готовить чечевичные котлеты. Они потрясающие. А еще можно делать классные десерты. Это тоже будет очень хорошо. Я, например, готовлю рис из брокколи с чечевичными котлетами. Это есть на моем канале YouTube. Вот вам здесь и жиры, и белки, и углеводы. Достаточно сбалансировано, только чуть другое. И за один день никто не умирал. Но каждый человек чувствует очень крутую легкость. Особенно кто входит в это состояние и в эту практику достаточно осознанно. Это состояние легкости. Потому что у вас много клетчатки. С одной стороны, это и хорошо, и плохо. Есть свои плюсы и минусы. Ну, например, у вас давным-давно ленивый кишечник, раздраженный кишечник, проницаемый кишечник. Вы давным-давно живете на переработанной пище, едите мясо три раза в день. У вас балковая нагрузка крови, ваша печень тоже становится вялая, ваши почки не справляются, возникают отеки, сосудистые какие-то проблемы, аллергия, слизь стоит. Но, в общем-то, снижается либидо, выпадают волосы, различные гормональные расстройства. В общем-то, вы это все создали благополучно и боитесь, что вас в среду оставят голодными. На самом деле, на это реагирует рептидный мозг, и это самое основное. И еще у нас в лимбической системе записан опыт наших предков, которых когда-то в жизни лишили еды, а именно, может быть, это был голод в Поволжье, и ваши родственники пережили голод в Поволжье. Может, это был голод на Украине, может быть, кто-то, кого-то расплачили и забрали у них последний кусок хлеба, забрали у них козу, корову. Поспрашивайте у своих родственников. И это идет в памяти, память голода, страха голода. Может, вы из Санкт-Петербурга, может быть, ваши родственники пережили блокаду Ленинграда, поэтому для вас очень важно, чтобы было ломать хлеба и кусок мяса. Обязательно, потому что, если этого не будет, то сразу в лимбической системе вспоминается про состояние голода, а голод ведет к смерти. Дорогие мои, смотрите, пожалуйста, на календарь. Мы не живем с вами в голоде. У нас перенасыщение продуктами, и мы с вами не едим, а жрем, на самом деле. Мы даже с вами не жудем, а глотаем кусками. Для этого очень много проблем с нашим пищеварением. Запомните, 80% заболеваний и 80% болезней алиментарно зависимы, то есть зависят от нашего питания. Значит, каким-то образом мы настолько изменили свое питание, мы настолько трансформировали его, качество питания настолько ухудшилось, мы находимся в таких серьезных дефицитах, что у нас они хватают у организма сил, потому что наше тело тоже должно каким-то образом перестраиваться. А питание у нас изменилось 50 лет назад. Так вот, возвращаясь к зеленому дню. Зеленый день – это не про вегетарианство и не про то, что вы едите только овощи. Это про конкретные овощи конкретно зеленого цвета. Зайдите, пожалуйста, в супермаркет, и вы увидите, что их огромное количество. И вы их можете готовить в этот день. Вы их можете есть сырыми, вы их можете термически обрабатывать. Вы можете из них готовить смузи, вы можете из них готовить соки, вы можете есть первое, второе, третье и десерт. Вы можете есть хоть тазами. Самое главное – очень тщательно жевать, потому что это активная клетчатка. И для тех, у кого тонко, вот где тонко, в каком органе, там рвется, там и начинаются различные проблемы. Например, начинается вздутие, потому что кишечник не привык перерабатывать сырые овощи. А, это активная клетчатка. Почему он не привык перерабатывать? Первое – организм обезвожен. Второе – организм закислит. Третье – давным-давно не хватает ферментов поджелудочной железы. Четвертое – вы перестали жевать. Вы глотаете пускай. Если вы начнете тщательно жевать любые продукты зеленого цвета, ну, например, в зеленый день, у вас не будет проблем с пищеварением, у вас не будет никакого вздутия. Вас, наоборот, кишечник так хорошо прочистит, что на следующий день и в этот день вы будете капать больше, чем обычно. Потому что, наконец-то, эта клетчатка почистит стенки вашего кишечника. Вы станете легче. Если у вас избыток веса, то вы начнете страниц. Если у вас дефицит веса, то вы восстановите микробиом вашего кишечника. И сначала вы, конечно же, похудеете, потому что вы поправляетесь за счет слизи, за счет отеков и за счет каловых отложений, но не за счет того, что ваша пища усваивается. Если у кого вопросы есть по дефициту мышечной массы, и вообще по дефициту веса, это проблема с микробиомом. Возвращаемся к микробиому. Это полезные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. И не только в кишечнике, но и на нашей коже, и вообще внутри нашего организма. Там более 4,5 килограмм бактерий, которые живут в нашем теле, из нашего веса. Это мы говорим про хороших, а плохих там еще больше. Итак, значит, когда в бактерии у нас поселяются хорошие бактерии, которые нам нужны, от которых зависит наш иммунитет, стройность, не знаю, ментальные все эти истории, им нужно чем-то питаться. Итак, все бактерии в нашем организме питаются исключительно живой пищей, сырой пищей, активной пищей. То, что вы живете. Это не обязательно, конечно, зеленого цвета. Самое главное, чтобы она была сырая, потому что термически обработанная, она уже не несет в себе столько пользы, сколько живой продукт. Надеюсь, вы это понимаете. И когда, потому что еще живой продукт, он еще нас очень круто ощелачивает. Вы помните мою лекцию про закисление организма? Когда я вам рассказывала про кислотно-щелочной баланс, я проводила в одно из воскресеньев. Это видео у нас есть в Кубе молодости. Когда вы зайдете, вы можете посмотреть все мои лекции на разные темы. Это будет очень интересно. Кроме тренировок, у вас еще будет крутой образовательный материал. Очень крутой материал именно для практик. И это еще сообщество, которое вам поможет это сделать. То есть внедрить это в свою жизнь. Вот. Значит, про клетчатку я вам сказала. Про пользу и про то, что организм ощелачивается, а значит, сам себя оздоравливает, я вам сказала. То, что будет сразу светиться лицо, я вам сказала. Почистится кишечник, я вам сказала. Сколько продуктов зеленого цвета поддерживают нашу печень и естественным образом очищают нашу печень, являясь еще к тому же желчегонным. Ну, например, желчегонный продукт – это у нас руккола. Желчегонный продукт – это стеиды зелени. Это салаты. И когда вы это принимаете в салатах, вы стимулируете выработку желчи, а желчь принимает участие в более чем 200 биохимических процессах, в том числе усвоение жиров, усвоение белков. Когда мы говорим про дефицит веса, когда у вас все обвисает, у вас все тело обвисает и сил нет, то это белки не усваиваются. Вы хоть обожритесь этой курицей. Больше в себя добавите гормонов, но, по крайней мере, сделайте хотя бы один день. Это такой разгрузочный, это детокс и ментальный, и физический. Это очень хорошее насыщение себя. И электролитами в том числе. Почитайте, что такое электролит. Не хочу, это прям отдельная целая лекция. На самом деле, очень интересно, почему нам это нужно и почему нам это помогает. Вот. Значит, печень для желчи чудесная. Если у вас постоянно сухнет кожа, если у вас трескаются пятки, в общем-то, если сухая кожа на лице и на теле, а если у вас запоры, вздутия, аллергия, то это нарушен желчаток. Если у вас миомы, киста, эндометриоз, то, в общем-то, продукты зеленого цвета очень помогут вам в том, чтобы наладить этот желчаток и улучшить регенерацию желчи и качество желчи. Продукты зеленого цвета вы можете употреблять в любой другой день. Просто в среду. Это будет кайфово. Когда вы будете смотреть на эту тарелку, вы будете получать удовольствие. Рецепты есть на моем канале. Я даже делаю лепешки с брокколи. Для тех, кто не знает, что готовить, вариант первый – посмотрите на моем канале YouTube, посмотрите в поисковике на моем канале Telegram, где вы сейчас находитесь. Прямо вбейтесь в поисковике. Я надеюсь, что вы умеете этим пользоваться. Ведь мою книжку про зеленый день, и там есть все рецепты, даже рецепты для лица. Вот, кстати, многие из вас слышали про жидкий хлорофилл. Чудесно. Он нам просто необходим. Я его обязательно включаю, когда мы работаем с анемией. Потому что продукты зеленого цвета вытаскивают женщин из латентной анемии в том числе. Когда у вас гемоглобин вроде бы по анализам нормальный, а фельтин ниже клинтуса. Либо услышали ли вы что-то про сок ростков пшеницы. Так это же вообще кладезь. Я даже выкладывала картинку, что у сок ростков пшеницы уже сразу отрицательный заряд. Это самая живая пища, которая поддерживает наши клетки. Знаете ли вы про проростки и микрозелень? Это делать просто элементарно. И вы можете проращивать все, все что угодно. Но когда я читала лекцию, не лекцию, а помните, я онлайн-дивишник проводила. И там рассказывала про печень и давала вам гайд про печень. И если он у вас есть, то 10, значит, сейчас я вам скажу, про ростки, расторопшие, которые вы выращиваете и употребляете. Один пророщенный росток на 10 килограмм веса и употребляете это каждый день, очень круто очищает и поддерживает печень. И является серьезным гепатопротектором. А также можно проращивать все, что хотите. Люцерна – это вообще кладезь микроэлементов. Лен, Маш, я обожаю. Что еще можно проращивать? Все, что у вас есть. Зеленая гречка. Зеленая гречка – это вообще просто находка. Потому что из нее можно сделать все, что угодно. Блинчики. Другую Олену кашу. Либо, как ее называют, творожок из зеленой гречки. Можно сделать как гарнир. Можно сделать холодный суп из зеленой гречки. Боже, что только из зеленой гречки не делается. Хлеб из зеленой гречки. Кто у нас скучает по хлебу? На моем канале YouTube есть очень крутые бутерброды, которые можно есть на завтрак. Это хлеб из зеленой гречки, либо булочки из зеленой гречки. Вы делаете гуакамоли, либо просто авокадо. Сверху посыпаете микрозелень. И это белки, жиры и углеводы. И у вас будет много энергии. Но при этом вы не будете чувствовать тяжесть. Эта еда будет работать на ваше оздоровление. Это на самом деле действительно так. В общем-то, я не знаю, озарила ли я вас чем-то, вдохновила ли я вас чем-то. Еще раз вам скажу, что это очень круто работает на весь организм. И противопоказаний нет. Можно и беременным, можно и кормящим. По некоторым продуктам есть противопоказания по состоянию здоровья. Ну, например, у кого опущена почка, у кого камни в почках, то тому нельзя, например, щавить. Но даже когда у нас камни в желчном пузыре, и говорят, что нельзя листья одуванчика, а сейчас пойдет вот эта зелень, которую мы тоже с вами будем есть, мы будем с вами есть сныть, мы будем с вами есть одуванчик. Это мы будем с вами есть с крапивой. Крапива – это не только, знаете, ополаскивать волосы. Крапива – наша печень скажет огромное человеческое спасибо, потому что крапива и повышает это железо. Но вообще есть очень большое количество рецептов для повышения железа, именно связанных с нутеропатией, а не с тем синтетическим железом, которое существует. И витамина С, например, фейхуа намного больше от фейхуа зеленого цвета, чем тех же самых апельсинов. И реакции, и аллергическая реакция на фейхуа практически нет, в отличие от цитрусовых. В общем-то, все, что касается зеленого цвета, работает на детокс нашего организма. Прежде всего, на клеточный детокс. Прежде всего, это работает очень круто, как антипаразитарное средство. И вообще, это очень легко и просто. Давайте я вам сейчас быстренько скажу, что можно есть, и кто говорит, что есть нечего. Вы приготовьте себе таз и попробуйте жевать тщательно, и поймете, что тарелка. Вы едите глазами, а тело насыщается намного быстрее, особенно если вы начинаете правильно жевать. Ну, давайте вам такие, прям вот меню на день вам скажу. Итак, утром проснулась, улыбнулась, потянулась и сделала в среду нашу гимнастику бодифликс, которую проводим в клубе молодости для того, чтобы разогнать метаболизм. В любом случае, целлюлит, отек, лишний вес и тяжесть никому не нужна. А здесь очень круто работает даже на подтяжку наших интимных мышц. Ну и мозг работает лучше, это доказано. Значит, выпили воду, теплую воду, окей, инверно-лимонную, замечательно. Я учила вас, как делать воду с отрицательным зарядом, живую воду, чудесно, выпили, пошли на тренировку. Дальше, после тренировки можно выпить шотик, это будет уже относиться к еде. Например, шотик с соком ростов пшеницы. Это продается в любом городе, чаще всего продается за мороженым. 33 грамма, миллилитра, да, вы больше не выпьете. Чудесно, выпили, сразу такой заряд энергии. Чудесно, и пошли дальше заниматься своими гигиеническими процедурами. В блендере вы делаете, например, творожок из зеленой гречки, или вы сделали себе вафли из зеленой гречки, или вы сделали себе блинчики из зеленой гречки, или вы сделали себе смузи из продуктов зеленого цвета. но их огромное количество, ну прям посмотрите и сочетайте их между собой, делайте смузи, смузи тоже является едой, соки тоже являются едой, просто они перевариваются и усваиваются быстрее, их не нужно жевать, хотя это тоже всегда спорный вопрос, есть такое предположение, есть такое правило, что даже воду мы должны прожевывать, чтобы когда мужьем попадал сигнал в мозг, и лучше было пищеварение, чтобы мозг говорил, ага, мы с вами что-то едим, вот вы позавтракали, попить можно травяной чай, прекрасно, чай мачо, зеленый чай, таизирующий, охлаждающий, вообще замечательно, все, чудесно, если вы вдруг захотели снова поесть, например, часа через два, окей, но я бы вам рекомендовала уже бы в 13 часов начать обедать, что мы можем обедать? Та салата, уж салаты, салаты зеленой богини, я вам даю в чате огромное количество, нарезали продукты зеленого цвета, залили сарадавровым маслом, можно соком лайма, следующее, сделали, например, брокколи, рис из брокколи и котлеты из чилицы, или сделали, например, суп из зеленого горошка, а кстати, на завтрак можно было бы сделать бутерброды с замазкой, если даже не из авокадо, то очень крутое, замазку на бутерброд можно сделать из зеленого горошка, а зеленый горошек это источник растительного белка, класс, тем более вы его будете замачивать предварительно, а значит у вас кишечник будет это все лучше усваивать, вообще все зерновые, бобовые и орехи вы всегда замачиваете, вы это знаете. Так, поехали дальше, ну например, вы поели салат, вы поели суп, вы поели второе и сделали себе десерт из киви, хотя я против десерта сразу после еды, десерты я всегда оставляю в период с 16 до 17 часов, я это рассказывала у себя в инстаграм, я не раз рассказывала у себя на канале, Итак, подержите свои накочечники чем-то сладким, в промежуток где-то с 16-15 до 17-30 съешьте, пожалуйста, какой-то фрукт, и идеальный, вот уж из авокадо можно сделать огромное количество десерт, все это есть в моей книжке, не ходите в моей книжке, ищите в интернете, информации полно, здесь нет никакого секрета, я просто это все собрала в определенную систему. Все, мы с вами пополничали, никто голодным не остался, все очень хорошо переваривалось, вы чувствуете энергию, потому что эту энергию нужно куда-то девать, и вы переходите к ужину. Я рекомендую заканчивать ужинать до 19-30, это 100%. Сделайте себе что-то приятное на ужин, например, зеленый болл, что такое болл, тоже загуглите, давайте мы сегодня не про еду, а просто про то, что поесть и как поесть. Делайте, например, тот же самый салат, или сделайте то, что я говорила, болл, или сварите какой-то бульон из овощей зеленого цвета, потому что сельдерей, корень сельдерея дают очень-очень приятный аромат, и много-много зелени. Вообще замечательно. Вы и избавитесь от лишнего, то, что у вас накопилось, и вы почувствуете действительно, что в теле есть энергия. Просто дело в том, что я в 19 часов не ем, я не ем так много, я просто не могу, я не знаю, как люди, которые еще сидят на попе ровно, у которой нет активности, вот они сидят такие, у меня нет либидо, у меня нет сил, я утром не могу встать, я вся болею, но я ем по 5 раз в день. Или, например, в ней говорят, я ем 2 раза в день, но у меня там 4 перекуса. Просто я не понимаю, если у вас нет сил, то вы куда столько едите. Еда дана человеку для того, что когда она переваривается, то вырабатывается энергия. Знаете, вот как мы дрова бросаем в костер, и чем больше дров, тем выше пламя, чем сильнее пламя, тем сильнее вот этот костер. Дорогие мои, если вы много едите, значит, вы должны очень много двигаться. Вот. Либо должны очень сильно работать головой. Но, судя по всему, те, кто мало двигается, им и либидо не нужно, им и взаимоотношения с мужчиной не нужны, им вообще ничего не нужно. И вот просто такие же, называется, живые мертвецы. Типа, я есть в паспорте, мне вроде бы 40, а ты на самом деле не очень хорошо. Так, перехожу к вашим вопросам. И сейчас буду пить за ваше здоровье и покажу то, что у меня уже приготовилось. Аромат, я хочу вам сказать такой еще специфический. Блин, ну это очень вкусно. Я же вам обещала сегодня дать очень крутой рецепт. Так, давайте я... Вот, ваши вопросы. Хотя спрашивают, расскажите про ваше питание. Мы сегодня говорим про зеленый день, то, что вы делаете по средам, где найти информацию, я вам сказала. И как питаться, если ты в дороге? Дело в том, что... Хороший, кстати, вопрос, Татьяна. Дело в том, что когда ты в дороге, это нету такого... Тебя же не похитили в эту дорогу, правильно? В эту дорогу уже ты собираешься. Ты планируешь. Берешь паспорт, берешь деньги, берешь одежду. Возьми, пожалуйста, еду, которая тебе поможет. В перелетах я ничего не ем. Когда я долго сижу, например, в электричках, я ничего не ем. Это серьезная идет нагрузка, потому что кишечник, он просто стоит. И у меня будут потом проблемы. Поэтому как вы планируете свою поездку, так же и планируете питание во время поездки. Положить с собой банан, либо положить с собой яблоко, в этом нет никаких проблем. Нарезать себе дольки сельдерея и моркови в этом нет, если в зеленый день. Сделать себе, либо купить, когда вы куда-то приезжаете, смузи. Зеленый смузи, это практически сейчас везде продается. То есть тоже нет с этим проблем. Какие-то овощи на пару тоже есть. То есть если вы не сделаете в среду зеленый день, но в этом нет таких, вы не умрете. Как бы поверьте, вы можете его и дальше не делать. Просто если вы хотите быстрого, эффективного способа, который помог мне. Если бы я знала его раньше, я бы 10 лет не жила бы с экземой. Потому что у меня сразу заработал кишечник. У меня сразу ушли все предпосылки. И сразу ушла с учета с онкологией. Это просто очень сильно изменило мою жизнь. Я встроенная стала. 56 килограмм много-много лет. Это сейчас я подрасслабилась. Потому что я на зеленый день подзабила. Почему? Потому что ездила в командировки и подумала, ах, я могу расслабиться. Расслабилась недельку, расслабилась две недели. Нифига. Все это мой образ жизни. Я его веду. И мне от этого очень кайфово. Вот прям действительно мне очень кайфово. Так. Ага. Чудесно. Как избавиться от выпуклого живота мужчине, если спорт не помогает? Не бывает такого. Выпуклость живота мужчины на самом деле... Ой, конечно, это не по нашей теме, но я прям с удовольствием расскажу. Значит, ожирение у мужчины и психосоматика, проблем, связанные с деньгами, всегда начинается по мужскому типу. Это выпирает живой. И это на самом деле выпирают еще и кишки, разбухшие. Ваш мужчина не спит, он в очень сильном стрессе. Благодаря животу там собирается определенная энергия и, наверное, он постоянно думает про работу. И занимаясь спортом, особенно после работы, он еще больше вгоняет себя в стресс. Вы спросите его, как он спит. Вы поинтересуетесь, что он ест, как он перекусывает. Может быть, он вообще не ест и живет на кофе. Каким спортом он занимается и как часто он занимается и что он именно делает. Потому что даже те мужчины, которые тягают железо, это окей. Это помогает им для выработки тестостерона. Тестостерона – это гормон целеполагания. Но поговорите с мужчиной. Устранить у него дефициты. Конечно, понимаю, что это не очень корректно. Но как он какает? Можете ли вы спокойно зайти после него в туалет? Либо нужен обязательно использовать освежитель воздуха. Все, что касается с животом, это вопрос с кишечником. Все, что кишечник – это пищеварение. Все, что пищеварение, все – это то, что мы кладем в рот. И почему мы именно это кладем в рот. Вот. Не наедаешь овощами и фруктами в зеленый день, поэтому передаю на углеводы. Хоть и зелеными. Валерия, у меня есть очень классная книжка с рецептами. Нельзя на зеленый день сидеть на одних огурцах и на одних фруктах. Ну, вы же сахар, у вас же скачет сахар. Поэтому продукты зеленого цвета и зерновых, и бобовых тоже есть. Пожалуйста, обратите на них внимание. Добавьте, пожалуйста, белок. Растительный белок в виде чечевицы, в виде маши, в виде зеленой гречки. Поэтому я прекрасно понимаю. Вы сами себе придумали, что вы должны сидеть на овощах и на фруктах. Не понимаю, почему. Знаете, наш мозг настолько хочет очень часто нас сам обмануть и наказать, что когда я ему говорю зеленый день, мозг говорит, хорошо, делаем зеленый день, но мы будем сидеть на одних огурцах. Я даже слова не сказала про то, чтобы сидеть на одних огурцах. Я как-то показывала свой холодильник. Он битком. Вот вы таз себе приготовьте и попробуйте его съесть. Еще раз говорю, первое, второе, третье и компот. Пейте, пожалуйста. Чай мачо в штырьме круче, чем кофе. Но при этом очень хорошо помогает нашим сосудам. Так, Оля, что с крапивой можно приготовить, кроме супа? Смузи. А вы видели, у меня сок свежевышленный с крапивой замороженной, которую я пила в течение месяца. Крапиву, пожалуйста, в смузи очень хорошо. Но если у вас есть проблемы с тромбоцитами, потому что есть некоторые противопоказания, когда крапиву мы высушиваем и употребляем чай из крапивы, он очень хорошо поднимает железо. Но в комплексе. Здравствуйте, камни в желчном и панкреатит. Какие противопоказания для зеленого дня? Никаких. Именно своим питанием и еще своей непроработанной... Смотрите, что такое панкреатит, поджелудочная железа? Я этого не перевариваю. То есть есть какая-то система и какая-то ситуация, которую вы до сих пор не можете принять и переварить. Она с вами достаточно давно, но она постоянно фонит. Я не перевариваю. Вот эта зона отвечает, наша поджелудочная отвечает за социализацию, вообще за общение с людьми. У нее есть классная диагностика тогда лично. То есть я могу сказать, с кем это и как вы что не перевариваете. Ну и камни в желчном – это желчный человек. Представляете, у кого желчный выделяется? Желчный человек – это все время раздраженный. Человек в гнере. То есть была какая-то ситуация, которую не смогли переварить, и это вызывает постоянный гнев и раздражение. Вот отсюда и идет зеленый день. Да, прекрасно. Начинаете кушать. И вообще с качеством желчи нужно работать. И желчные камни, они растворяются. В общем-то, это не проблема. С желчью можно работать. Да. Каждое утро пила воду с лимоном дотеро. Недавно услышала, что масла даже терапевтические вовнутрь принимать не рекомендуют. Печня такой нагрузки маслами страдает. Как вы считаете? Нарезочка, тут не надо считать. На сайте дотеро есть раздел «Наука дотеро». Там все объяснено. Вам, возможно, это сказали производители других эфирных масел. Вот смотрите. Вы можете сказать, что ваша соседка точно такая же офигенная, как и вы. У нее две сисечки и песечки, но она точно такая же, как и вы. Поменяйтесь, мужьями. Нет. Несмотря на то, что две сисечки, песечка, красивые глазки и длинные волосы, все женщины разные. То же самое производство эфирных масел. Компания дотеро, это у себя даже на сайте пишет. Там не идиоты работают. И там они несут ответственность, когда они пишут, что можно принимать внутрь и как можно принимать внутрь. И есть такой раздел о науке. Ну, почитайте, ну, зайдите, ну, что же вы все как бабки читаете на заборах и сплетни собираете. Просто изучите этот материал. Это на самом деле будет очень круто. Я не прошу не верить. Я предлагаю, попробуйте или послушайте меня, либо сами становитесь специалистом, либо доверяйте специалистам. В общем-то, печень от такого ни в коем случае не страдает, потому что эфирное масло очень быстро начинает работать с клетками. И страдает печень от бытовой химии, которую вы используете, от косметики, гель для душа, мыло, всякие вонючки, ароматизаторы. Вода, еда, обработанная вся. Вот от этого страдает печень. Что вы не спите по ночам. Надеюсь, у вас есть гайд, потому что, надеюсь, что вы слушали мои лекции до этого и получили гайд про печень, где я все четко расписала, потому что есть эндогенные причины интоксикации в нашем организме, токсичные нагрузки, экзогенные, то есть внутренние и внешние. Так что, Лариса, если вам нравится пить, то, пожалуйста, пейте. Если вы боитесь пить, то дышите с ладоней. Боитесь дышать с ладоней, а включайте в диффузор. Эфирное масло лимона прекрасно работает с печенью, просто прекрасно. И у меня есть исследование про эфирное масло лимона. Прямо научное исследование, где я выложу вам и покажу. А вот это тут весь такой пиздёж и провокация, который идёт у других. Ну, просто у них другие масла. Это как сравнивать себя с соседкой. Они не знают, как идёт у них производство. Они даже никогда не были на этом производстве. У них нет серийного номера на баночке. У них есть сертификат соответствует 2016 года. В общем-то, не будем сравнивать. Так, всё, чудесно. Оля, есть книга на бумажном носителе с рецептами? Нет книги такой на бумажном носителе с рецептами? Нет, даже пока не планируют. То есть, на самом деле, я, на самом деле, на самом деле, если будем честными, смотрите, если вы тут прочитаете, есть книга «Зелёный день». И уже много лет, с 2021 года я пишу главы и различные рецепты. Собираю свои, в том числе книги на «Зелёный день». Вот, и про хлорофила тут пишу, и про проращивание, и «Зелёные рецепты». И вот так я влюбилась в «Зелёный день». Что ещё? Там про проростки написала, про шпинат его особенности написала. Есть такая даже глава «Мне не лень провести зелёный день». Лук-порей для вашего сердца. Кушаете ли вы брокколи? То есть, вообще, про каждое, про каждый продукт, про кейл, рецепты. Смотрите, с точки зрения психологии. Как проращивать правильно зёрна? Что такое зелёный день? Написать я сейчас не могу. Дело в том, что всё в типографии очень сильно изменилось, и выпускает такую живую книгу, невыгодно, и много очень сложностей. Поэтому в электронном виде она вообще просто элементарная. Это такая брошюра там с картинками и с рецептами. Всё реально есть. Так что я рада, что вы заинтересовались. И если у вас часто вести эфир, то, наверное, нужно его перезагрузить. Либо тогда посмотрите в запись. И сейчас я ещё отвечу на вопросы из своего клуба молодости. Так, 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 так. Елена спрашивает. Поделитесь, пожалуйста, своим способом проращивания зелёной гречки. У меня почему-то она сухая, после проращивания не становится. Немного слизи остаётся. Леночка, мне кажется, что и вообще всё делается неправильно. Я не понимаю, зачем она должна становиться сухая. И слизь – это бактерии, которые и помогают проращиваться ей, в том числе. У нас в клубе молодости мы вам дадим видео, как правильно проращивать микро... Как правильно делать проростки и доводить до микрозелени. Потому что мы все сидим на этих проростках микрозелени. В клубе молодости дадим эту информацию. Так, ещё вопрос. В зелёный день лучше отдать предпочтение сырую еде, салату, смузи, проростки. Отвечаю на ваш вопрос и рекомендую приобрести книгу рецепта. Она стоит 499 рублей. Алло, люди, вы вообще о чём? Вы на мясо тратите больше, чем на эту информацию. Дальше вопрос. Как правильно пить свежевыжатые соки из овощей и фруктов? Свежевыжатые соки из овощей и фруктов являются едой. После еды или натощак. Ну, как хотите. Просто еду с едой вы хотите принимать, так отдельный приём пищи можете сделать. Ещё говорят, что желательно разбавлять водой. Смотря о каких продуктах мы ведём речь. Цитрусовые вообще рекомендуется пить через трубочку. Разбавляйте водой, разбавляйте. У вас есть рецепт живой воды, разбавляйте. Просто, когда мы говорим про соки, зачем соки разбавлять водой? Если у вас сок, это вообще будет концентрированное, и нужно использовать шнековую соковыжималку, чтобы не нагревалось и не терялись полезные свойства. Если вы хотите сделать смякоти, это называется смузи. Лично я соки не очень люблю. Единственный сок, который я пью, это сок ростков пшеницы, которые в шнековой соковыжималке делают. Раньше я ещё пила сок семян сельдерея, ой, просто сок сельдерея, потому что в датыре есть семена сельдерея, которые работают также очень круто. Вот. А это должна быть шнековая соковыжималка. Исключительно такая. Вся остальная, она не подходит. И когда подходит блендер, и вы делаете смузи. Так, отлично. Хотела спрашивать. Замочена на 24 часа зелёная гречка. Считается проростки, девочки. Заходим в интернет и вбиваем в гугл проростки. Что такое проростки? Проростки – это когда у вас раскрылась семечка, и оттуда такая маленькая фигулинка такая вылезла. Вот это начало проращиваться. Ну, блин, ну проростки. Вспоминайте, пожалуйста, биологию школы. А микрозелень – это когда уже сантиметра два и, может быть, три. Это микрозелень и выше. А проростки – это когда проклюнулась. Когда проклюнулась, там самая жизнь. Там просто супер-пупер. Вот. Вопрос. Если желчь не поступает в кишечник, и там нет бактерий. Кто вам сказал, что желчь… Первое. Кто вам сказал, что желчь не поступает в кишечник? Откуда такая информация? У вас бы уже взорвался бы желчный пузырь. Вопрос. Если желчь не поступает в кишечник, и там нет бактерий. Ну, там есть бактерии, просто их меньше, чем вам бы хотелось. Окей, там нет бактерий, предположим. Там есть огромное количество плохих бактерий. Есть ли смысл сейчас пить симбиоты? Симбиоты Кутушова – это полезные бактерии, которыми вы заселяете свой кишечник. Я очень люблю симбиоты Кутушова, могу дать всем скидку 5%, и не бывает по акциям. То есть всегда моя скидка, она суммируется к любой скидке, которую предлагает компания. В общем-то вы заселяете себя бактериями, и бактерии кормите живой пищей, то есть сырой пищей, которую вы переживали, которую вы благодаря слюне уже в слюне есть ферментация. Вы уже частично взяли и уже частично работаете с пищеварением, начиная с сортовой полости. Вот, отлично. Все, у нас больше вопросов нет. Давайте я посмотрю в основном чате. Так, вот, хороший вопрос. Важно, в какой посуде проращивать проростки? Ну, есть на самом деле проращиватели, стеклянная посуда, кто-то на пластмассовой, в марле, кто-то покупает проращиватель. Блин, Ирина, Ирена, вы зачем усложняете? Я понимаю, что вы хотите изначально сделать все правильно. Сделайте, блин, на один раз неправильно, просто прорастите. Я смотрела такое видео смешное, когда сидит такая толстая девушка и говорит, я про, она рассказывает про тренировки, которые идут 10 минут. И она это говорит следующим образом. Я часто думаю про тренировки, которые идут 10 минут. И размышляю о том, дают ли они эффект. И на самом деле про эти тренировки я сама думаю больше, чем 10 минут. Иногда я про пользу этих тренировок думаю 30 минут, иногда даже час. Но я ни разу не сделала тренировку на 10 минут. И вот сидит вот такая толстая. Милая моя, сделайте хоть в чем-нибудь, попробуйте. А потом вы будете совершенствовать себя и перейдете полностью на экологичный подход, на полный ресайклинг всего. Там, эко-посуду, я не знаю, эко-сумки, эко-одежду и так далее. Пока сделайте первый шаг. Ирина пишет, симбиоты пью уже 2 месяца. Удела на 5 килограмм. Ага, отлично. Очень хорошо. Если была такая цель, то начали работать бактерии. Но это еще не только. Вообще Ирина, которая это написала, она в моем клубе молодости. Она еще и занимается. Так что Ирин, все в комплексе работает замечательно. И это и та терапия, которая вы проходите, и те рекомендации, которые вы применяете, и зеленый день, который вы делаете. То есть на самом деле все работает прекрасно. Так, значит дальше. Ольга, хотелось бы соблюдать зеленый день, но вздутие постоянно. Давайте разберемся. Вздутие у вас от чего? Я вам объяснила. Что вздутие происходит? Потому что вы глотаете кусками, тактильная клетчатка. У вас уже давным-давно пассивная кишечка. Что здесь добавить? Добавляйте симбиоты кутушеванных, ставим на основе, например, на 3 месяца. И добавляйте, пожалуйста, псиллиум перед сном. Одна чайная ложка псиллиума, это шлыха семян подорожника. Разводите в стакане воды и выпиваете. Таким образом вы будете собирать все эти газы. Все зерновые бобовые вы всегда замачиваете на ночь. Все овощи вы всегда жуете. Если у вас проблема с кишечником, вам необходима эфирное масло Дайджет Дзен от компании Дотера, и вы наносите на животик. В общем-то, вопрос у Инны. Сначала надо решить проблему с ЖКТ, а потом только зеленый день. Просто зеленый день решает ваши проблемы с ЖКТ. Его можно включить, и я его включаю в комплекс, мерку исцеления. Я просто не знаю, как вы собираетесь исцелять свой ЖКТ. Как? Садиться на пятый стол, есть термически обработанную пищу, ваши бактерии будут голодные, и ваш кишечник все равно не будет работать, потому что термически обработанная. То есть она должна быть обработана, но не постоянно. Смотрите, пожалуйста, про модель тарелки. Вы сами решаете, что и как вам делать. Даже в моем клубе молодости есть прекрасные тренировки, и на живот в том числе. Так, за трению. Я очень вам благодарна за трению, которую я нашла в Ютубе. Она как лекарство по утрам. Надежда написала. Надежда рада с вами делиться. Представляете, что у меня такие тренировки разнообразные идут каждый день в моем клубе молодости, где я работаю с пятью орденами с 12 систем. Сегодня последний день, чтобы зайти по суперцене. Цена будет повышаться. И это на самом деле самая крутая возможность вам изменить свое здоровье. Кто тут спрашивает? Про гормоналку, про ЖКТ. Завтра понедельник. Вы уже с завтрашнего дня можете начать. Завтра я начинаю с клеточной гимнастики. Я даю практику для пяти орденов. Это кишечник, легкие, почки, печень и мозг. Вы это действительно сразу почувствуете. Я объясняю пить воду. Мы с вами вместе там делаем зеленый день. Флешмоб, обмениваемся рецептами. Друг друга поддерживаем. И помогаем там вместе проращиваем. И обсуждаем все наши темы в чате. В понедельник клеточная гимнастика, которая еще и запускает митохондрию. Вторник гимнастика для лица. Среда бодифлекс. Мы еще с вами вместе делаем зеленый день. Четверг гимнастика для спины. Хотите, чтобы не вылазил живот даже у женщин? Разберитесь с вашей осанкой, с вашей диафрагмой, с спиной и с шеей. Иначе будем ходить все старые и больные. Потому что неправильное расположение органов из-за опущения диафрагмы и нарушает работу ЖКТ в том числе. По пятницам я даю самую крутую практику гормональной гимнастики, которая восстанавливает цикл, который избавляет от болезненных месячных, который исцеляет при эндометриозе. Почитайте, пожалуйста. Девушка выложила свой отзыв, как гормональная гимнастика помогает ей в жизни. И это еще психоэндокринология. По субботам сейчас мы с вами танцуем. Кто хочет, танцует бачата. Тоже очень хорошо для таза, для женского здоровья и для раскрытия своей женственности и магнетизма. По воскресеньям у нас всегда какая-нибудь полезная лекция. Кстати, вы все присутствуйте на этой полезной лекции, которую я обычно всегда делаю по воскресеньям. План на целый месяц у нас есть. И у нас есть рассрочка. Прийти на один месяц абонемент – это просто подглядеть. На три месяца – это попробовать и получить первую динамику. На шесть месяцев – это получить результат. Поэтому, дорогие мои, на три и на шесть месяцев у нас есть рассрочка. Вы можете на самом деле вступить в клуб. Сегодня последний день. Подумайте о том, хотите ли вы разделить жизнь на до и после, либо вы продолжаете ныть. Знаете, как та собака на гвозде, которая лежит, давным-давно страдает, но ничего не хочет для этого делать. Даже если у вас есть проблемы со вздутием, приходите в клуб, я буду с вами разбираться, потому что я поддерживаю девчонок и подсказываю, что и как нужно делать. Но, в принципе, сегодня уже дала для этого рекомендацию. Как попасть в ссылку сейчас далее. Итак, масло при вздутии у вас должен быть набор. И масло при вздутии называется «Дайджет Дзен». Дзен – пищеварение от компании «Дотерра». Прекрасно работает при проблемах. Это и детокс, и противопаразитарка, и работает со сфинктерами, и работает с желчным пузырем. Короче, приходите в мой клуб, и вы все узнаете в том числе. Вот. И, как я уже вам обещала, я пью за ваше здоровье вот этот вот напиток. Кайф? Я считаю, что вообще кайф. Знаете, что это такое? Я его обожаю. Это капустный квас. Напишите, пожалуйста, в чате, кто знает, что такое капустный квас, кто его пробовал делать. Просто напишите. Знаю, не знаю, хочу узнать. Я его достала из холодильника. Его надо сейчас перемешать. Ой. Но это бомба. Знаете, я его сделала в этот раз с орегано, со специей орегано. И он у меня такой капустно-орегановый. Он просто потрясающий. Его идеально пить. Пост. Вообще, когда хотите. И начинаете выпить его с 50 грамм, потому что это живой пробиотик. Это живой пробиотик, дорогие мои. Это на самом деле работает намного круче, чем вам даже кажется. Итак, что у нас с капустой? Как мы ее делаем? Я на самом деле рецепт засняла, но здесь все очень просто. Значит, капуста с водой. Все, больше ничего нет. Идет процесс естественной ферментации и естественного брожения. Даже если у вас на капусту бывает вздутие, от этого вздутия не будет. Потому что, вот, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Видите пузырьки? Видите пузырьки? Это так работают бактерии. Вот эти бактерии нам нужны. Нам нужны эти бактерии, и нам нужны продукты их жизнедеятельности. И это называется микробиом. И это, на самом деле, работает очень круто. И это способствует пищеварению и улучшению пищеварения. Можно использовать в качестве закваски для приготовления других блюд. Как, например, сыроедные йогурты, сырые соусы. Это хлеб, ну, и так далее. Вот этот хлеб, зерновой хлеб. То есть работает очень круто. На самом деле, вам кажется, что это гадость. И может попахивать, знаете, такой закисшей капустой. Но это вкусно. Особенно, если вы в детстве. Либо вам, может быть, бабушка делала. Вот мне бабушка делала всегда квас из корочек хлебных. И я знаю этот привкус. И еще мне очень нравится, например, когда я делаю сама яблочный квас. Либо я потом из этого кваса делаю яблочный уксус. Это такой, это ферментированный. А может быть, вам нравится, вы знаете, такой чайный гриб. Вот это такой привкус. Это привкус ферментированного напитка. Ну, как бы такой кефирный, что ли. Вот чуть-чуть с пощипыванием языка. Короче говоря, это не гадость. Хотя некоторые мои знакомые, например, идите, скажите, что я такой пить никогда не буду. Знаете, все это до поры до времени. Приготовьте, попробуйте. На самом деле его очень хорошо пить. И можно пить. Можно пить. Например, если вы на программе детокс. Вы проходите программу детокса. У меня в клубе здоровья. Это другой клуб. Мы как раз работаем с эфирными маслами. И у нас началась программа детокса с эфирными маслами. Противопаразитарная у нас сейчас программа. Программа очищения всех органов и системы. Но такая достаточно серьезная. Ну, например, вы были в голоде. Вы на программе детокс. У вас вообще проблемы с пищеварением. Вы просто следите за своим иммунитетом. Вы помогаете своей печенью. Вы хотите стать стройными. Вы, наоборот, работаете со своим весом. Короче говоря, это работает очень круто. Насаждаете себя полезными бактериями. Например, вы не хотите покупать симбиота Кутушова. Окей. Значит, пьете вот такую вот штучку. Значит, кормит микрофлору. Вот эта красавица. Питает клетки мозга. Укрепляет волосы и зубы. Выравнивает гормональный фон. Потому что это капуста. Это женский продукт. Нормализует обмен веществ. Это натуральный энергетик. Слушайте, если вы его выпьете утром, вас будет штыривать так, что вот прям... Это реально. Это проверено, доказано. Налаживает работу сердца. Работает сосудами. Убирает все виды воспалений, которые есть в теле. Любые воспаления, температуры. Если у вас какая-то проблема с суставами. Если у вас пускай. Короче, хорошая вещь. И у вас, конечно же, вопрос. Как это приготовить? Элементарно, милые мои. Вот у меня здесь стеклянный кувшин. Значит, я взяла капусту. Положила его... Взяла капусту. Вот так вот нарезала крупно. Положила его в блендер. Залила чистой водой. Прям такой очищенной, холодной водой. Да, не кипяченой. Не горячей. Прям чуть-чуть делала. Видите? Он у меня вот такой. Как будто помятый. И как будто весь разрезанный. И поставила... Закрыла крышкой. И поставила... Ну, где-то в среднем климате это будет 3 дня. Ну, поставила куда-то вот на стол. Можете марлочкой закрыть. Можете марлочкой крышечкой призакрыть. У меня тут крышка, в принципе, хорошая. Она прям закрывается полностью. Там начинается процесс брошения. Два раза в день вы перемешиваете. Желательно деревянной палочкой. Вы перемешиваете утром и вечером. Я сейчас в Таиланде. У меня это готовится за сутки. И получается вот такой вот напиток. Ну, окей, капустка. Капусту отсюда тоже можно есть. Можете ее залить маслом сородавленным. Можете подсолить. И у вас хорошая, качественная капуста получается. Я сюда не добавляю ничего. Ничего. Ваше здоровье. А холодный вообще пьется отлично. Очень хорошо утоляет жажду. Не сбрыкивает живот. Прям даже не переживайте. Какие вопросы по капустному квасу? Так. Отлично. Ольга, добрый вечер. Вопрос про клуб. Поделитесь опытом участников. Занятие утреннее. Так. Наташа спрашивает про занятия. Занятие утреннее в клубе начинается позже, чем я просыпаюсь и ухожу на работу. Можно ли делать их днем? Хотя занятие расписано по значениям дней. Или можно недели позже смотреть и заниматься. Но уже как бы не в потоке. Наташа, все сохраняется в записи. Самое главное, вы занимаетесь, потому что вы это делаете. Вы в любом случае будете в потоке. Понимаете? Вы в любом случае будете в потоке. Вы будете делать клеточную гимнастику, но окей. Все раздвинули руки на этой неделе в сторону, а вы еще подняли вверх. Но как бы это не принципиально. Они не кардинально отличаются. Они специально созданы для того, чтобы у вас выработалась привычка. Вы можете это... Клеточную гимнастику можно делать в любой день. Гимнастику для лица я делаю ежедневно. Она к дню не зависит. Бодифлекс вы можете делать 2-3 раза в неделю, особенно если вам нужно построить. Если у вас проблемы со спиной, вы делаете 2-3 раза в неделю практику со спиной. Если у вас гормональное здоровье, ну, есть проблемы с щитовидкой, вот, с поджелудочной, у кого там проблемы с поджелудочной, приходите на мою гормональную гимнастику. По системе репродукции. Пожалуйста, смотрите мою практику пятницы, делайте в любой другой день. Это вообще не вопрос. Практика, ну, пятничная практика, она связана с днем богини. Она связана с днем внутренней богини. Это на самом деле очень круто. Когда вы посещаетесь себе, ну, окей, сделайте ее в субботу. Ну, как бы не проблема. Чувствуете себя богиней не просто по пятницу, но и по понедельникам, по вторникам, может, по субботам, по воскресеньям. Это не проблема. Вы ничего не пропускаете. Просто мне так проще объяснять вам занятия. Если мы по средам делаем как детокс, то дыхание очень круто помогает при детоксе. Так, дальше. Можно при повышенной кислотности. Это вообще к кислотности не имеет никакого отношения. Ирина, надеюсь, что вы смотрели мой вебинар про повышенную кислотность и про кислотный щелочной баланс. Сделали для себя выводы. Все себе пометили. Рецепты себе выписали. И занимайтесь своей кислотностью. Для того, чтобы не было повышенной кислотностью, нужно есть живые продукты, которые ощелачивают. Даже пост писала, какие продукты нас ощелачивают. Капустный квас можно при детоксе. Я при этом сказала. Единственное, что не с первого дня детокса. Сначала вы убиваете, а потом через неделю можете подключать капустный квас. Надежда пишет. Я пару раз делаю, очень подошла к моему кишечнику. Как часто можно пить? Каждый день вы можете пить. Это пробиотический продукт. Это пробиотик. Взяли себе, налили рюмашечку и выпили. Судесно. В любое время дня. Желательно не связывать, ну, хотя бы за 30 минут до еды. Какие пропорции капусты и воды? Я все показала, все рассказала. У меня нет пропорций. У меня был маленький качан капусты. Ну, возьмите. Ну, пол качана возьмите, нарежьте и как бы залейте водой, чтобы просто это залилось и в блендер. Все. Больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Кстати, завтра я выложу этот видеорецепт в клубе молодости. Как я это делаю. Короче говоря, все гайфанете и поймете, что это просто. Поймите меня, пожалуйста, так. И поймите меня, пожалуйста, правильно. У меня много информации. Но вы ее не читайте, не отслеживайте, потому что она для вас в свободном доступе. Если вы хотите что-то в своей жизни поменять, милые мои, то, пожалуйста, возьмите себя за пятую точку и приведите себя в клуб молодости, где все сжато, все точно. Здесь все четко. Даже если вы сделаете какой-то первый шаг, а мы уже ушли далеко, то вы придете за нами, то вы находитесь все равно в общем потоке, чтобы потом не ныли. Потому что на следующей неделе я закрываю доступ в клуб, туда уже будет не попасть, и вы будете тратить свое время, окей, деньги, силы, чтобы найти информацию. Либо будете находиться в состоянии жертвы и говорить, ой, я же ничего не смогла сделать, я ничего не могу. Ничего не могу найти. И все виноваты, и Маласова виновата, потому что у нее слишком много информации, я в ней потерялась, заблудилась. У нее слишком мало информации, я не могу найти то, что мне надо. Так, все соотношения, я вам все в клубе выложу. Ученки, ну какое соотношение? Ну как бы вам сказать-то? Было у меня вело капусту. Я его порезала, положила в чашу для блендера, залила, чтобы это просто залило. Вот в блендере у меня порезалось мелко, и я это оставила. Все стоит в теплом месте. Это самое элементарное. Чего вы все усложняете по жизни, бабы? Вы чего все усложняете? Все на самом деле намного проще. Котики мои, ну проще все, ну что же вы везде ищете, какую-то сложную. Сами себе строите ветряную мельницу, сами себе с ней сражаете, а потом всем говорите, это такая же ветряная мельница. Так, пропорция произвольная. Татьяна скажет, тогда лучше пить капустный квас, до или после еды. За 20 минут, например, до еды. 30 минут после еды. Ну просто попейте эту воду. Она еще пишет, бодифлекс, классное упражнение, благодарю. Да. Какие рекомендации вы дадите при изжоге? Что выпить сисли, какое масло на тело? Дальше с дзеном на живот два раза в день, потому что помогает, там, масло аниса помогает вот этими сфинктрами желудка укрепить. И вы ощелачиваете свой организм, занимаетесь желчоотоком. Вам необходимы мои практики для печи, необходима моя клеточная гимнастика, чтобы ваша желчь из-за того, что у вас, скорее всего, дискинзия, желчь, ну пузыря, чтобы это забрасывалось все не наверх, а забрасывалось все вниз, ушло в 12-перстную кишку и принимало участие дальше в кишечных процессах. Вот. Можете пить эфирное масло. Датерра называется дальше с дзеном. Прекрасно. Наносить и работать с печенью. Гайд по печени был у всех, кто был на моем эфире. Угу. Да, у Ирины есть вопрос. Ирина, выходите, либо можете включать, включать. Я вам разрешаю говорить, и можете говорить, задавайте вопрос. Ирина, вы подняли руку, хотели что-то спросить. Ничего. Ну и ладно. Выключаю вам микрофон. Включаю себя. Давайте. Гайд есть. Вот. Наташенька, вот напишите, пожалуйста, вот у вас есть гайд. Он вам достался в подарок. Бесплатно. Вы его читали? Вот мне просто очень интересно отношение ко всему бесплатному. Вот прям честно напишите. Вот вы его читали? Вы что-то по нему сделали? А он прям там активные ссылки. Читала. Молодец. А какие еще вопросы у нас, пожалуй, по печени есть? Что начали уже применять? Знать равно уметь делать. Я знаю, что у каждого из вас есть огромное количество информации. Книг, брошюры, гайдов, эфиров специалистов. Но у вас из этого складывается кладбище знаний. Я вам предлагаю прямо сегодня сделать правильный шаг в себя. Инвестировать в себя и, наконец-то, научиться что-то делать. Сделать первый шаг. И это на самом деле будет прекрасно. Ссылка под данным эфиром. Я думаю, что вопросов уже нет. Я вам уже дала волшебного пенделя. Вы теперь понимаете, откуда у меня много энергии. Из капусты он очень круто, ты не делаешь. Правда. Он вообще просто потрясающий. У вас кишечник будет работать как часы. Я еще планирую сделать вебинар, который называется «Туалетная тема». «Туалетная тема» – это вообще очень интересно про то, что такое запор с точки зрения психосоматики. Причем здесь кишечник и ваша сексуальность. Почему вы стыдите своего тела, на самом деле стыд к своему телу и нелюбовь к своему телу тоже пошла от первой встречи с туалетом и с того момента, когда мама вас приучала к горшку. Вот тогда она вам обрубила всю вашу сексуальность и отношения с телом. Так что тема очень интересная. Мы это обязательно сделаем с вами в рамках клуба молодости. Потому что каждое воскресенье там будет болталка. А еще вот и месяц у нас будет очень крутой стилист. И расскажем. Вот. Татьяна пишет. Я у вас в клубе второй год. Очень довольна. Замечательно. Лариса, Оля, благодарю за крутой эфир. Ладно, я рада, что вам понравилось. 24 часа этот эфир остается в доступе. Завтра я выкладываю видео в клубе молодости. Вы все сможете сделать капустный квас. Надеюсь, всем остальным было понятно, что нужно делать прямо сейчас. Для того, чтобы вы были молоды, красивы. И теперь вы знаете, как подготовиться к среде. Мы во вторник с вами покупаем продукты. Вы можете купить мою книжку с рецептами. Можете сами поискать у меня. То есть, короче, на любой вкус и цвет все у вас есть. А я за зеленый день, как цвет молодости, как цвет стройности и цвет настоящей жизни. Да. И волосы у меня тоже хорошо отросли. Все. Я вас целую. Пока, если у меня будут вопросы, задавайте. Я на них буду отвечать письменно. Ссылка все так же есть. Ссылка все так же есть. Приходите в клуб. Осталось уже буквально несколько часов. А я пошла спать. И завтра утром просыпаюсь и провожу для вас клеточную гимнастику. Пять органов и 12 систем мы с вами пробуждаем. И уже утром выпили живой водички. А после этого можно будет выпить капустный классик. Или сок, ростков пшеницы. А потом сделать вкусный завтрак. И вперед украшать этот мир. Малахова может. Все. Целую. Пока. Пока.